35-летний создатель лейбла Blackstar впервые прокомментировал ситуацию, связанную с громким расставанием с ведущим артистом. Тимоти сообщил, что не передавал никому права на товарный знак Егор Крид. 24-летний рэпер стал первым артистом Blackstar, который смог покинуть лейбл, оставив за собой свой псевдоним и страницы в соцсетях. На каких условиях это произошло, интересует весь столичный бомонд. Всем понятно, что предприимчивый и опытный Тимоти просто так не отпустит звезду, над раскруткой которой работал его лейбл. В тусовке утверждали, что музыканта выкупил создатель и член совета директоров СМП банка Борис Ротенберг. Якобы миллионера на такие инвестиции уговорила супруга Карина. Известный рэп-исполнитель и бизнесмен решил поставить точку в бесконечных слухах вокруг этой ситуации. Сегодняшним днем хотелось бы подытожить бесконечный поток каких-то сплетен, слухов, фальшивой информации в прессе о покупке Борисом Романовичем Ротенбергом товарного знака Егор Крид и вообще об участии этого человека в этом контракте. К большому, моему, наверное, сожалению, его в этой сделке не было, в принципе, и нет. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Сегодняшним днем Егор Крид является абсолютно свободным от Блэк Стара артистом, и Блэк Стар не собирается продолжать контракт с Егором Кридом, так же, как и Егор Крид вместе с Блэк Старом. Поэтому мы разошлись полюбовно, мирно, тихо. Будьте добры, прессы, журналисты, телеграм-каналы, прекратите распространять фальшивую информацию о покупке кем-либо Егора Кридом. Егор Крид – свободный агент, занимается своими делами, Блэк Стар занимается своими делами. Всем спасибо! Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok